Здравствуйте! Добрый вечер! Меня слышно хорошо? Ну, не хорошо, но слышно. Да я с планшета говорю, поэтому, может, поближе сяду. Нет, ничего, нормально, просто зависит от микрофона. А, понятно. Да я хотел поговорить на тему уныния, депрессии. Тебя такое никогда не посещало. Я уже тоже вот в инвалидной коляске, 20 лет я беру. И, ну, у меня раньше не было такого. Я был весь там в ранах, в пролежнях, но состояния уныния не было. А вот в последнее время что-то как посетило, я даже не знаю, что делать с этим. У меня есть, так сказать, я его учителем называю. Вот он говорит, уныние у человека появляется от плохо сделанной работы. И тогда, когда человек ничего не делает, ничем не занят. Вот от этого только у нас уныние может быть. А когда человек чем-то занимается, когда его голова занята, мозгу некогда размышлять. Вот. То есть он целенаправленно идет к своему делу, к своей цели и все. И ни о каком унынии не может быть речи даже. Я просыпаюсь, у меня впереди масса дел. Вот. И когда? Унывать некогда. Ну, понятно. Я тоже так стараюсь загрузить себя, но все равно оно не отпускает. Я вот с утра тренировками занимаюсь, там в 4 встаю утро, где-то до 11 я тренируюсь. Примерно. Ну, впрочем, там еще на молитве тоже время уходит. Но все равно, не знаю, может это такое попущение Божие. Ну, а в чем оно? Я даже не могу представить. Я вот, я порассуждал бы, но, как бы, я чувства этого не могу. Не испытывал еще. Ну, слава Богу, конечно. В чем оно заключается? Как оно выглядит? Слава Богу, что оно не испытывается. Ну, оно выглядит, как бы, вот такое ощущение, что вот, ну, я не знаю, может это не унышение, но вот такое ощущение, что жить осталось мало, вот, и скоро предстоит ответить, как бы. И вот такой, как бы, страх. Может быть, он полезный. Я не знаю. Страх Божий может быть. Такой страх, я думаю, может появляться тогда, когда грехи есть нераскаянные. У меня цель наоборот, чтобы поскорее бы этой жизни, поскорее бы предстать перед Господом. У меня есть, конечно, грехи, которых я не могу до сих пор вот побороть, да? Ну, я думаю, Господь-то видит побуждение сердца моего, что я стараюсь с этим бороться, но у меня не получается никак. Ну, Господь-то милостив, Он видит, что все-таки я дружусь над этим. Вот. А когда человек попускает себе, допустим, какой-то грех, да? Вот. И как бы забывает про него, откладывает ему на вторую позицию и старается забыть и как бы не возвращается к нему. Может быть, такое что-то есть? Да, такое ведь есть. Вот когда, допустим, у человека долг, да? Вот он и засыпает тяжело, и просыпаться ему не хочется, потому что он погружается в эти мысли, а у меня долги все, и у него наступает апатия, ему жить не хочется, и что делать, и выхода не видит. Вот такое может быть. Ну, да, именно такое где-то примерно и есть, да. Ну, грехи, конечно, есть, у кого их нет, но у меня их куча целая грехов. Но я как бы, некоторые как бы ослабли уже в силу того, что я в коляске сижу. И, конечно, я исповедуюсь там, но борюсь с ними, сколько сил есть, стараюсь. Я-то их не совершаю. Ну, страсти, да. А страсть, да, она остается, держится. Вот посмотришь там на бабу, это же не грех. Я еще пока его не сделал, но я чувствую, что страсть-то есть еще до сих пор. Вот. Ну, надо как-то отвергаться этого, не смотреть. Я, допустим, стараюсь, даже если приходят, я не смотрю. А как на них сейчас уже, я не знаю, кто на них, на бабу на этих смотрит, на них, наверное, уже нагляделся там, можно на три жизни вперед. Там эти жопы уже противно на них смотреть в интернете. Ну, это вообще… Жопа дыхает. Так-то она так. Ну, а перед Богом-то вдох чувствуешь такой, как бы, нечистый перед Богом. Вот в этом весь вопрос. Я-то за жизнь тоже не цепляюсь за это. У меня тут… У меня, в принципе, это мое гнилое тело уже достало, и таскать его на себе. Ну, а все равно перейти-то я не готов. Вот. Наверное, поэтому вот и мучается такая штука, как уныние, депрессия. Ну, тут, видимо, я не знаю, тут рождение нужно. Ты знаешь о себе, что у тебя было рождение от Бога, ну… Ну, что ты однажды… Произошел в тебе такое перерождение, что был день, когда ты переродился, и из одного человека стал другим. Было такое? Ну, у меня только было, когда я подсел в коляску. И я подсел не случайно. Я… У меня раньше были там такие страсти там… Ну, я по кабакам ходил там, гулял, короче. И однажды я вот подумал, думаю, я сам не смогу восстановиться. Встал так, на небо посмотрел и говорю, вот, Господи, если это есть, что хочешь делай, ну останови меня. Ну, и вот через четыре дня я в коляске оказался. Понимаешь? И после этого я вот начал уже и задумываться там. Ну, первым делом Библию… У меня было это нечто подобное. Я немного о другом говорю. Когда вот ты изменился внутренне, то есть изменение… Ну, вот я о себе немного расскажу, да, как у меня. Еще вот на второй год ко мне там друзья приходили. Там я с ними и закуривал, да. Вот иногда и водочки там, и пивка принесут, раз выпьешь с ними. Вот и телевизор там вовсю смотрел, и интернет там, и все такое. Ну, в один день у меня… Как отрубило? Я в один день этого всего отрекся. Все, я для себя решаю четко. Ну, для меня открывается явный верный путь. Я говорю, я остановлюсь на этом пути, а этого всего отвергаюсь. И это все для меня стало противным, мерзостным. И с тех пор я вот уже ни телевизор там не смотрю, ни вот это все прочее. Мясо не ем там столько уже двенадцать лет. То есть я в один день этого всего отрекся. Для меня это мерзость. Понимаешь, это перерождение души произошло. Ну, я понял, это у тебя твердое такое покаяние произошло просто. Настоящее. Это и называется рождение от Бога. Господь что говорит? Кто не родится от воды и духа, это называется рождение от Духа Святого, тот не может увидеть царствие. Потому что рождение от воды – это крещение, когда человек крестится во имя Отца и Сына и Святого Духа. А должно быть еще рождение от Духа. Человек должен духовно переродить. То есть он шел, допустим, в одну сторону, да. И у тебя были одни интересы. Человек рождается от Духа, он разворачивается, идет в совершенно противоположную сторону. Ну, так это же и есть покаяние. Как бы рождение от Духа, ну, крещение. Ну, а если после крещения человек там наделал, наломал дров, после это нужно покаяние уже. Ну, у нас, как сейчас происходит, люди каются, а на следующий день делают все то же самое. Перерождение, оно подразумевает, это ты покаялся, да, изменился, и все, ты на путь этот больше не становишься. Покаяние, в переводе с греческом метаноэ – изменение. То есть оно и предполагает покаяние. Оно, не то, что оно делается там раз или два в месяц, как у нас в православии, да, идут, каются. Оно, это одноразовый такой факт. Ты покаялся и все, и ты больше этого не делаешь. Ну, понятно, что это перерождение. Ну, это то, что ходит каждый месяц там, ну, это исповедь просто. А покаяние – это развернуться, ты правильно, как говоришь. В другую сторону. У меня такое было. Я, ну, никак после не соглашался там ни на какой грех. А после вот один раз я там впал в блуд. И после этого вот никак подняться не могу до сих пор. Я где-то лет пять так прожил, ну, строго, вот, как примерно ты. Ни к чему не прикасался к такому. А после я вот сказал – впал в одно дело. Так вот. И после этого никак не могу восстановиться до сих пор. Может, оно вот… А это… А это даже происходило вот в житиях святых. Есть много примеров, что даже такие люди… Написано как… Что праведнику тяжело унаследовать Царствие Небесное. Праведнику только возможно спасение. Вот. Но мы знаем по житиям этих святых, что и праведники падали. Они достигали таких высот и падали с тех высот. Оно и заключается опасностью этого христианства. Он поэтому и называется лукавый, что он подкусить может на любом этапе. А мы должны, как Христос сказал, бодрствуйте. Вот. Ибо враг ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть он видя, допустим, человека, он видя по его поведению, он даже уже может просчитать и на каком году тебя подкусить. Понимаешь, он настолько хитёр и лукав, что… Поэтому и предлагает Господь бодрствовать. Ну да, вот это самое трудное – бодрствовать. Поэтому вот я держался, держался. И вот появилась эта баба. Откуда она жилась, её вообще не было лет двадцать. Вот это явный какой-то происк и врага этого. Вот. Ну, конечно, не её виню, а себя. Причём тут она. Да ничего в этом страшного нет. Покаялась, да и всё, а от чего она? Пускай всё, всякое бывает. Это не так уж страшно. Это не убийство, в конце концов. Всё равно вот это вот, я же и говорю, может это не уныние, а просто страх Божий. Как вот в молитве вечерней там просишь себе страха Божия, правильно? Или там память смертную. Может это не надо этого как бы стараться избавиться, а наоборот. Принять как полезное. Я вот это хотел. Конечно, кто знает, может это даже и Господь устроил для какого-то промысла. Может быть это для неё было, понимаешь, что-то там полезное. Мы делаем заключение, иногда свой суд творим, а нам неизвестные пути Господние. Вот поэтому, кто знает, ты в этом показе, да и оставь это вообще из мысли выбросить, да и всё. Да это да, я просто вот хотел. И ещё вот люди говорят там, благодать, благодать. А благодать-то может и покарать ещё вот как-то. Не только благодать, там цветочки пахнут, сады райские, правильно? Допустим, а благодать немного отошла, вот уже человек и чувствует себя как бы потерянным вообще. А люди привыкли рассуждать, ну благодать там, хорошая и всё такое. А благодать, она может и строго наказать. Что такое благодать? Господь всего два пути. Что такое благодать? Благодать это не то, что материальные вещи, а это благословение Господь. Если ты на пути благословлённом, то Господь тебе будет на всех путях твоих. Ты будешь становиться помощником во всех делах твоих. А если ты на пути проклятия, то естественно ты уже в глазах Божьих проклят, то все твои пути неугодны Господу. Вот в чём благодать заключается. Благодать твоих делах, по плодам их узнаете, а не то, что там благодать всякие. Ну вот я же говорю, это самое, как бы начинаешь отступать не в ту сторону, и начинается вот как бы не помощь, а наоборот как бы наказание. Ну или как бы украшение, чтобы человек одумался. Естественно, у нас молитва есть, да, вот Господу. Перед Богом ставить вот своё душевное, да, что бы тебе пришло, допустим, в определённое время, дня там или ночи, вот мысль тебе такая пришла в голову, а ты сопоставляй, ага, что бы мне сказал в этот момент Господь, или как бы поступил Господь на моём месте. Понимаешь, сравниваешь вот это, приносишь свою мысль на алтарь к Господу. Вот, а Господь тебе всегда покажет, правильный это путь или неправильный. То есть самому не надо решать никакие вопросы, а приноси всё Господу, все свои мысли, все свои дела. Вот, и когда совесть у человека чиста, если чистая совесть, если у тебя отношения с Богом есть, то по любому делу, по любому вопросу совесть твоя тебя обличит. Совесть всегда должна сказать, на правильном ли ты пути, или наоборот. Ну да, конечно, может быть это и совесть давит ещё. Я ещё хотел спросить у тебя, вот отношение твоё вот к этому Лапкину Игнатию, да, и к вот этой деревне, я так и не понял из ролика, как вот ты лично к этому относишься. Он, в принципе, мне показался нормальным человеком, но многие там в сети пишут мне, что типа он сектант там или... Ну ты к Путину как относишься? Да никак, президент да президент и всё, как я к нему отношусь. Не, ну как президент, он помазанник Божий, это царь, понимаешь, это называется сегодня президент, а раньше это называлось царь, а в Евангелии написано молитесь за царей и начальствующих. Не то, что там президент да президент. Ну ты же помнишь, как в 90-е годы было и как... Ну конечно. Это же благодаря ему случилось, да? Ну конечно. А ты почитай, что о нём в интернете, в интернете что о нём пишут, почитай. Что там только нету, понимаешь? А делают для чего всё? Для того, чтобы начать в стране межусобные войны, чтобы внутри страны начать революцию это делается. Ну ты это сам мог пытаться сделать уже, чтобы здесь бардак начал. Нет, ну я всё, компрессор. Так же и про Лапкина пишут. А Лапкине справится. Ну я тебе хочу ответить как раз про Лапкина. То же самое про него пишут, понимаешь? Они не могут ему противопоставить ничего. Они называют его еретиком, его и сектантом, и как только они называют. Вот вы говорите на меня еретик, а скажите, к чём я еретик? Ты должен, если говоришь, ты должен обвинение поставить мне вопрос. А они ни одного вопроса ему не ставят, потому что нет таких вопросов. Это последняя православная община. В мире больше нет православных общин ни одной. Это последняя православная община. Я вот не понял его отношение вообще к церкви православной. Ну допустим, вон там у себя поселение это, деревня это, ну нормально они там живут. Я бы сам хотел, конечно, в такое бежать куда-нибудь. А вот отношение к церкви... А ты не говоря не бежишь, потому что некуда бежать. Куда бежать-то всем остальным людям? А как же причащаться, как исповедоваться, куда идти туда? Если допустим, вот Лапкин... Как куда? Он всех направляет в московскую патриархию. Понимаешь, вы... Ты относишься к разряду людей... У меня таких сотни уже, вот за последние четыре года сотни. Ты, может, 2001-й, там, может, 2013-й. Вы просто, судя по каким-то отдельным роликам, вы о человеке делаете такое обманчивое впечатление. Более православного, чем Лапкин, в мире не существует. Они ему завидуют, а иногда он их обличает, понимаешь, своим поведением, своим исполнением канона. Вот ты приходишь в православную церковь, там должны крестить троекратным погружением, как еще крестили сто лет назад. Вот сегодня человека они мощат или обливают. Венчане, допустим, должны полагаться венцы на голову. Сегодня держат венцы над головой за то, чтобы не брали деньги за таинство с людей, чтобы таинства исполнились бесплатно, потому что это и есть грех симонии. То есть если берется за таинство деньги, это грех. Священник согрешает. Лапкин борется с этим. Естественно, он им не угоден, понимаешь, потому что им надо деньги с людей собирать. За написочки, за всякие таинства. Это понятно, вот эти каноны, допустим, может только вот человек, там, начитанный, знать, вот как ты, допустим, или Лапкин. А вот, ну, простые люди там, они... Людям не надо это знать, это должен знать. Это священник, он учится пять лет в семинаре, ему преподают исполнение канонов, исполнение правил, понимаешь. А они их умышленно нарушают. Лапкин их обличает. За это они его ненавидят. А за ними, за священниками, слушай этих священников, люди... Вот ты и Серафиму Саровскому как относишься к Серафиму Саровскому? Ну как я отношусь? Но Серафим Саровский святой человек, так? Я у Бога Серафиму, он о себе пишет, три дня и три ночи молился от священников. Господь ответил, не пощежу и не помилую за то, что вымыслами своими заповеди мои попирают. Это Господь говорит. Златоуст говорит, что большая часть священников погибает, то есть в ад идет. Вот из десяти священников шесть священников идут в ад. Ну я вот его слушал там несколько, но я ничего такого у него не нашел там, ни православного. Все святые при жизни были гонимы. Как Христос был гоним, он говорит, вас будут гнать, если не всячески неправильно злословить за имя мое. Серафим Саровский, он же вот так не обличал никого, не ходил там, священников там, это не так делаете, это не так. Лапкин от себя ничего не говорит. Он если говорит, то он приводит цитаты каких-то святых. Своими словами он ничего не говорит, он только подтверждает. И вот таких вот обличителей искать надо, а не пытаться их там дерьмаем на голову еще больше наложить. За это каждый ответит, за то, что вот так вот выступают против Лапкина. Я хотел спросить, какого его отношения с таинством, допустим, причащение там. Мне же не ехать на Алтай, как я туда попаду вообще? Или мне надо в свой храм и то попасть трудно. Иногда, надо людей просить, чтобы меня туда отвезли. Я говорю, как он к таинствам, он их признает же действительными, допустим. Да он супер православный, я тебе еще раз говорю. Он делает все, что забыто. Он делает правильно это все. К таинствам правильно относится, к крещению правильно относится. Они причащаются, исповедуются. Понимаешь, к ним приезжает разом в год самый епископ Барнаутский Сергий приезжает к ним. Потеряя вкусними, служи, служи. Но я не потому спрашиваю, потому что в одном ролике ты каким-то человеком тоже как бы пытался его вывести на чистую воду. Это я не пытался. Это не на чистую воду. Это называется братское обличение по-братски. Мы собрались как братья православные. Мы не врагами расстаемся. Мы остаемся братьями. Я, допустим, ему говорю то, что я в нем вижу и желаю исправления его. А его дело принять это или не принять. И все. И мы расстались нормально. Понимаешь, эти ролики, они как бы людям в наставлении. Это не то, что там мы воюем, враждуем. Это чтобы люди учились жить по православному. Ну, за кому-то они в наставлении. А кто хочет налить грязи на церковь, тот другое увидит. Будет искать там каких-то изъянов. Скажет, видишь, они там между собой. Да мне главное перед Богом честным и честным быть. Понимаешь, чтоб моя совесть. Честным я утром просыпался с чистой совестью. А то, что будут говорить обо мне. Господь говорит, меня гнали и вас будут гнать. Меня злословили и вас будут злословить. И меня злословят и гонят по полной программе. Уж вот такого, какой я есть. Ну, меня не злословят, но мне тоже достается. Потому что я один вокруг меня. Тебя-то хорошо хоть окружают люди верующие. А меня нет. Я вот как раз в окружении у меня нет вообще. Ну, в интернете есть знакомые только и все. А вот в реальной жизни раз-два я общался. Батюшка там приходит. А ты что, думаешь, у меня что есть? У меня в реальной жизни, у меня ни одного человека рядом в реальной жизни нет. Ни одного. У меня только в интернете все. Ну, я не знаю. Я думал, у тебя мама верующая, да, у тебя? Ну, мама – это одно дело, а? Людей-то в мире все меньше и меньше, скажем, года православных. А у меня и близких, и дальних нет никого. Вот один пытаюсь как бы выплыть. Ну, только что в интернете там найдешь кого-то, поговоришь. А так… Это неплохо. А что же это хорошо? В православии у нас как? У нас, наоборот, это предпочтением называется остаться одному. Допустим, если человек один, ну, меньше скорби от людей испытываешь. Когда рядом людей много, особенно если не верующих, то… Тут, я бы, допустим, были бы у меня возможности. Даже если вот руки… У нас в деревне есть, там, сто километров от города. Я бы уехал, там бы один бы жил. Вот чтобы я бы молился себе, и в интернете занимался бы своими делами. Одного у нас намного проще, я думаю, спасаться и спасти душу. Ну, я тоже так думал. Думал, там, закроешься и легко. Но когда перестают люди досаждать, начинают досаждать совсем другие существа. А это намного тяжелее, чем вот когда от людей что-то терпишь. Людей можно как-то привыкнуть, перетерпеть. А вот когда начинают эти злые духи досаждать, такие в голову лезут мысли непонятные. Голова с шумом стоит кругом, не знаешь, что делать. Я-то упорно пытался с тобой поговорить как бы. Ну, ничего не получалось у меня. То дети камеру сломали, то еще что-нибудь. Вот. Ну, все-таки мы как бы похожи. Ну, ты, конечно, сильнее пострадал. У меня только грудной отдел позвоночника поломан. Руки у меня работают. Тебе намного сложнее так жить. Вот. Поэтому... А кому еще обратиться, когда тебе плохо? К тому, кому еще хуже. Вот так святые отцы говорили. Говорят, посмотри на тех, кому еще хуже. Ну, это правильно, да. Вот. Это правильно, так и укрепляемся, да. Господь своих не оставляет. Если веруешь, то... Он, может быть, веру твою проверяет, кто знает. Господь дает такие... Мы каждый день молимся, не веди нас в свои искушения, да. Господь дает искушения разные. И каждому по силам дает искушения. Вот. Поэтому принимай все как от Бога. Да, ну, святых отцов считал, говорит, единственное средство борьбы с этим делом – это покориться Богу. Вот. Принять Его волю. И тогда легче будет. Ну, вот, пытаюсь как-то. А вот в эту потеряюку. Ты серьезно решил ехать? Или как, твердо поедешь? Люди просто невнимательно посмотрели ролик. Я заявление подал, понимаешь, чтобы в общину приняли. Чтобы я просто числил там написанным же заявлением. Я просто говорю, что возможно, в будущем, возможно, кто знает, как Господь повернет, понимаешь? Понял теперь. А там у них вот совместная молитва по скайпу, да, идет в 4 утра. Ну, они людей призывают. Он хочет научить людей молитвы. Мы же ничего не умеем. Мы все забыли, все потеряли. А Кураев о Лапке не сказал, что Лапкин поднял такие полосы, которые мы забыли. Да, как думаете, кто самый дающийся ревеном миссионер православный в России из ныне живущих? Из ныне живущих. Игнатий Лапкин. С чем-то я не могу у него, со многим согласиться не могу. Он тоже меня поносит по всем кочкам, да. Но у него много очень серьезных вещей. Вот именно вдруг он актуализирует такие пласты. Опять же, не столько его мысли, а какие-то цитаты из Писания, из отцов. Жить и литературу, то, что мы должны забыть. А он напоминает, а это ведь есть в нашем ТД. И нельзя это просто так вот взять и объехать на осле. Кураев вроде о нем неплохо отзывается. Да и умные люди, грамотные, все о нем неплохо отзываются. А плохо говорят только дураки или завистники. Да человек так сразу видно. Я когда его слушал, вроде он, ну, такой доброй души человек. Только он немного горячий. Горячий. Ну, а как не быть горячим? Вот представь, этот человек любит всех людей. Он любит русский народ в первую очередь, да. Любит русских детей. Он стремится всей своей вот этой мощью, да. Он девственник. Он бессеребренник называется, опять же, в православии. Он денег вообще не касается. Девять десятин из заработанного. Вот он проработал 50 лет, допустим, да. И девять десятин он относится в одну церковь. Вот ты зарабатываешь, допустим, десять тысяч, да. И девять из них ты относишь в одну церковь. Вот так он прожил 50 лет. И 50 лет он ходит людям и проповедует. Он посвятил всю жизнь этому свою. А о нем люди вот так вот пишут и говорят. Это люди просто разум потеряют, чтобы вот так о человеке говорить. который отдал свою жизнь на служение людям. Не, ну там просто вот когда хочешь узнать, не сразу докопаешься, да. В интернете там пока все нароешь, перероешь. Там столько всего, что голова следит. С Господом надо быть поближе. Сегодня видишь обстоятельства. Такие ситуации в мире творится, что сегодня даже он сатана пришел, чтобы даже избранных соблазнить. В наше время, вот в сегодняшней, даже будут избранные соблазняться. Даже вот самые-самые будут соблазняться. А в чем соблазняться? Они будут терять как бы ориентацию, терять где истина, а где ложь. Вот опять же сегодняшняя обстановка. И посмотрите сколько священников сегодня и верных, и таких вот, ну как бы стоящих в истине. Они отступили, ну опять же, вступили вот в эту войну с патриархом там, да. Стали в противостояние, в раскол вот это вошли. А еще не время, еще не время, еще рано отходить в раскол. Они этого не поняли, потому что их сатана надул. Да, тут опасно вообще какие-то резкие движения делать. Евангелие не знают и не исполняют его. Опять же, вот единственный критерий, ну я часто говорю об этом, об этом, ну это я взял от Олега Стеняева. Вот что для нас является критерием того, когда нужно уже безотступно сделать шаг вперед, да. Это когда будет время, когда нельзя будет ни купить, ни продать. То есть, если тебя поставят перед условием, без которого ты не сможешь ни купить, ни продать, вот тогда это уже начертание. Тогда отступление от истины. Все сравнивая с писанием. Вот, а сегодня уже эти чипы там, все там, эти самые паспорта, люди жгут, карты эти уничтожают. Да рано, еще рано люди. А из-за этого люди в грех падают. Начинают, из-за этого они гневаются понапрасну, а из-за этого гнева падают вот такие состояния. Многие уже на этом попались, на этих вот паспортах, на этом. Конечно. Даже есть такие, которые за паспорта берутся там, что там напечатано, а сами жизнь-то не меняют свою. Вот. Ну, так и есть в основном, так оно и есть, да. Вот это ерундой занимаются там, паспортами всякими, ННН. А смотришь, а сам живет, как жил и живет так же. Ничего не меняет. Вот что гиперпетитно. А потому что это страсть. Это страсть, она как бы, знаешь, он, допустим, человек страстный, да. Вроде ему курить, пить как бы грешно. А вот эта страсть, раз в него вошла, и она как бы подменяет вот ту страсть. Он ему кажется, что он борется за правду, а на самом деле он потакает сатане. Да, говорят, как гордость, если придет, она вообще все страсти заменяет с собой. Вот так человек упрется, возьмет во что-то и начинает. Уже его не свернешь. Да. Вот с людьми говоришь, сколько ко мне не приходят, или я где бываю. Начинаешь что-то говорить о чем-нибудь, о Евангелии там, или о заповедях. Они так отворачиваются вежливо, знаешь. Вот только что в интернете можно поговорить там с кем-то. А так вот приходится выплывать, я не знаю, какими трудами. Сатана просил сеять, как пшеницу. То есть сегодня, опять же, по упущению Божьему, сегодня христиане, ну, верные христиане, не то, что там, номинальные, да, которые называют себя только христианами, они рассеяны сегодня по всему миру. Посмотри, православных общин, поселений нету, кроме поселений Лапкиных. Единственный феномен какой-то, понимаешь. Вот, единственная община потеряевки. Больше ни одного православного. Ну, есть какие-то там приходы, люди там собираются как-то, ну, называясь, понимаешь. Ну, такого поселения, чтобы люди жили в отдельном поселке, такого нет. Вот Дмитрий, Дмитрий Смирнов, он сколько лет? Наверное, лет 15 он пытался создать православную общину в деревне там своей. Ничего у него не получилось. А вот этот вот парень с тобой разговаривал в ролике, я видел, как его, Кузнецов, по-моему. Он тоже что-то говорит. Ну, да. Ну, горячий парень, чё. Ждём. Мы молимся, ждём, чтобы покаяться. У нас должно быть, ну, братское общение. То есть мы должны находиться в совете. Если что решил что-то делать, допустим, ты посоветуйся с братьями, правильно ты делаешь или неправильно. А когда человек решается, он там я сейчас сам, сейчас горы свернул одной рукой самостоятельно, это уже против идёт общественного устроения. Если ты называешь меня братом, того братом, то спроси у него, правильно ли я делаю. А он возомнил себя уже как бы таким, можно сказать, богословом, понимаешь, и собрался уже сам составлять Евангелие, идти с ним проповедовать. Да, в принципе, он так и неплохой парень, если его остановит. Да, конечно, он нормальный, просто вот горячность есть такая ещё, пройдёт всё. Такая горячность у всех поначалу бывает, наверное. Когда человеку немного начитается, а потом начинает менить себя пророком, и начинает кричать, я гладко пьющего по стыне там. Такой соблазн появлялся даже и у меня был когда-то, когда начинал я. Да все через это проходят, тут главное вовремя остановиться. Я его не собираюсь там, не оскорблять ничего. Ну вот, раз уж существует вот такое общение в интернете, да, то давай уж будем на чистоту, если открываемся людям, давай тогда честными быть. Ну конечно. Вот, если ты делаешь, я и объявляешь это на весь мир, да, а почему я не могу сказать, что это неправильно и вынести этот вопрос на обсуждение? Я же могу это сделать. Ну конечно. Раз уж такой инструмент, как интернет, есть, надо им пользоваться. Иначе им воспользуются другие. Да и они и пользуются. А вот этого не любят он, чтобы его там наседали и чтобы ему там подсказывали, что человек не любит никак. Понимаешь, мы наоборот должны искать вот этого среди других. Я наоборот спрашиваю у всех, я говорю, люди, ну если видите что-то во мне, да, вы скажите, я хочу исправляться, я буду исправляться, вы скажите, что во мне не так? Я спрашиваю всегда и у всех, и у братьев, и у старших, и у всех я спрашиваю. Вы подсказывайте и говорите. А есть люди, которые не любят вот это? Ну это опасно не любить. Наоборот надо, так сказать, совет держать. Самому можно заблудиться туда, не туда вообще. А секты как появились? От православия начали люди отпачковываться, которые протестантов брали в учения, это были баптисты. От баптистов отпачковались потом пятидесятники, от пятидесятников отпачковались адвентисты, от адвентистов свидетели Иеговы. Это человек, он по-своему начинает понимать, не так как понимает общая церковь, да, двухтысячелетняя, а он по-своему понимает и собирает вокруг себя людей и убеждает этих людей в своем понимании Библии. И все, так образуется секта. Да, когда начинают думать, что он прав, а другие не правы, да, да, да. Ну, он говорит, а кто такие, типа, кто такие святые отцы, почему он не имел основания, да, толковать Писание, а почему я не имею этого обоснования? Во-первых, ты возьми, допустим, какие люди сто лет назад еще были по своей частоте духовные, сегодняшние люди, насколько развращены. Вот, такого развращения не было раньше, как сегодня. Ты такой, который раньше был грешник, в наше время он бы считался праведником. Вот. Ну, конечно. Даже самого там грешного человека в деревне, который был сто лет назад, взять, сейчас сюда его привезти, он бы был самым праведным здесь. Ну, вот, женщине одно там видение было, но я верю просто этому, то, что вот когда Адам с Евой были изгнаны из рая, то есть они перед нами, понимаешь, мы перед ними как черти, вот как демоны такие черные с рогами, с хвостами, а они перед нами как ангелы, будучи уже согрешившими, представляешь? Вот они в грехе в таком, они были подобны детям перед нами, а мы как головешки перед ними обогленные. Так они-то всего один раз огрешили, а мы вон пребываем в них. А у нас поколение за поколением, и каждое поколение грешнее предыдущего. Да, и куда это зайдет, понятно все. Не все знают, чем закончится, да, Господь сожжет землю с миллиардами живущих на ней. Ты отключайся, Николай, потому что у меня мышка что-то не работает. Ага. Если что будет, какие будут эти самые темы, звони и поговори. Хорошо, ладно. Хорошо. Ну, ладно. Хорошо. Как дела? Потому что, не знаю.